Этот насос можно засунуть в воду и качать им полгода воду, просто обычную. Рома, подсоединяем. Оп, 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 ты слушай, вот это вообще было, вообще, ты снимаешь это? Это, это к профессору, короче, попало в кружку, все, мне конец, короче. Я даже не знаю, как это описать, что он со мной сделает, это все. Все, это был неудачный вообще эксперимент, самый неудачный мой. Господи, все, пойду увольняться. Добрый день, очередное сегодня видео от АМЗАП. Сегодня у нас Санта-Фе 2.2 D4HB, она заглохла, притащили на эвакуаторе и стали разбираться в ней. Двигатель у нас с 10-го года, то есть корейский шел и идет по сей день, то есть его засовывают куда угодно. Я уже рассказывал про некие нюансы, выявилась давно уже эта болезнь, то есть мы ее знаем. Сегодня вот как раз отснимем. То есть заглохла машина и не заводится. Два варианта, то есть она не крутит стартером или крутит и не заводится. То есть вот это вы должны знать. Очень много клиентов приезжают и говорят, она не заводится. Что не заводится? Может быть аккумулятор сел, может быть провод отвалился, стартер сломался. То есть нужно сказать, что крутит, но не заводится. То есть это вот наш случай. То есть крутит все хорошо, но не заводится. Первое, на что стоит обратить внимание, это как в старых машинах, в новых, не важно. Есть ли это бензиновое, то есть ли искра и топливо. Если это дизель, есть ли топливо. То есть первое, с чего мы начинаем. Сделать очень просто. Вот у нас, смотрите, есть обраточка и вот подача. Снимаем подачу, сюда ставим какую-нибудь баночку. То есть прямо отщелкиваем замок сперва, потом нажимаем, снимаем и ставим баночку. Есть момент в дизеле. Если бензиновое нам для того, чтобы пошло топливо и узнать, необходимо включить только зажигание, то здесь при включении зажигания подкачной насос не включается. Включается подкачной насос только тогда, когда мы крутим стартер. Если у нас баночку не льется, то здесь вот проверяем в блоке БСМ под капотом, проверяем гребеночку, вот такая штучка. Просто светим фонариком и смотрим, что все дорожки целые. То есть одна из дорожек отвечает здесь за топливный насос. То есть в баке. Также есть майнер-реле главное, но при этом у нас не будет гореть чек. То есть опять же, обращайте внимание, включаем зажигание, горит ли чек желтенький. Если он не горит, то что-то, допустим, с реле. Что мы сделали? То есть мы поставили баночку с помощью диагностики, то есть не нужно крутить стартером. Включили насос, ничего оттуда не упало, ни капельки. Не упало. Здесь гребеночку проверили, главное, реле проверили. Теперь полезем в топливный насос. Снимем, первое, что снимем сидение, снимем разъем, поставим мультиметр. Опять же, запустим насос, проверим, приходит ли туда питание. Потом будем снимать сам насос. Насос у нас находится с левой стороны. С левой стороны у нас получается сзади, под сидением. Сидение необходимо снимать. Неважно, это Санта-Фе, Соренто, Спортедж, АХ-35, неважно, любой дизель. С 10 по 22 год бак всегда остался в том же месте, то есть сзади и слева. Вот здесь, под сидением, находится топливозаборник. Смотрите, есть ряд нюансов по снятию сидения. Во-первых, чтобы его вытащить, надо второго. Если потому что есть риск, когда вы будете вытаскивать, вы можете обцарапать что-то. Теперь, смотрите, что делаем. Вот это сидение. Начинаем вот с этого сидения, обязательно. Это сидение, оно разложенное. Мы его толкаем до упора вперед, то есть сидение сталкиваем вперед. Потом опускаем. И здесь есть вот такой тросик, который не даст вам вытащить сидение. И как раз это сидение стоит на месте большое, а маленькое отталкиваем. И откручиваем один болтик. Потом. Следующий момент. Все, сидение оставляем так же. Здесь, с этим сидением, снимаем две передних заглушки и отворачиваем два болта. Два болта откручиваем, сдвигаем сидение до упора. Здесь один болт и здесь два болта. Там будет пластиковый чехол, пластик снимать вот такой не нужно. Отворачиваем. Теперь момент. Смотрите, вот здесь вот секрет. Идет трос для того, чтобы двигать. Откидываем. И здесь выдергиваем, то есть тросик. И вытаскиваем. Обратно его потом вставляем и закидываем. Все. Теперь еще есть разъем обогрева. С разъемом тоже есть момент. Если залезть, там есть такая пластиковая штука, ее оттолкнуть. И она вот так специально выезжает, отщелкивает. И вы спокойно вытаскиваете вот этот разъем. Так, вот он, смотрите, трос. То есть, который мы засовываем в петелечку и защелкиваем. И закрываем защитный. То есть, здесь болты у нас, вот, пластик мы не снимаем. Только спереди снимаем. Смотрите, то есть, вот так она стоит. Нужно залезть. Раз, отщелкивается, он выезжает. И мы спокойно зацепляем разъем. Опять зацепляем, толкаем. И все на месте. Ну, в принципе, маленький такой нюанс по сидению. Так, а сейчас будем вытаскивать сам уже насос. Так, смотрите, сняли разъем отсюда. Убеждаем, что здесь все хорошо. То есть, подсоединяем и запускаем насос. Мультиметр дает 12,09. То есть, питание на насос происходит. Все хорошо. У них одна из болезней. Одна из болезней выгорает вот этот разъем внутри. Вот он, топливозаборник. Вот здесь, где силовой провод подходит, там должна быть проблема. Сейчас мы все это отсоединим. Так, вытащим отсюда, тоже проверяем. Вот такой же, в принципе. Так, здесь у нас все хорошо. Так, нам надо будет отсоединять. Мы будем снимать, чистить. И вот теперь вытаскиваем вот этот первый. Это у нас реостат. Сняли проводочек. Теперь второй. Он обычно пригорает и не вылазит оттуда. Так, контакт, контакт, контакт обгоревший, но не сгоревший. Так, сейчас разбираем сам. На насос у нас питание приходит, но насос оттуда топлива не дает. Вот, выходит в строй либо сам насос, но очень часто, то есть, сгорает разъем. На разъеме здесь контакт обгоревший есть на одном. То есть, вот он грелся, его видно, он прям черный стал. Обычно это гораздо все страшнее. Вот она, сажа, прям кусками оттуда. Вот она выходит. Вот здесь пропадает контакт, и она перестает работать. Так, соединяем здесь. Потому что я увидел в топливосетке мусор. Просто когда потом электрик припоедет, мы туда не залезем. Если кто-то скажет, что насос нельзя так крутить, и он сгорит, все это ерунда. Так, 12 вольт нам надо. То есть, за то время, которое мы проверим, ничего не сгорит. Все это сказки. Этот насос можно засунуть в воду и качать им полгода воду. Просто обычную. Проблемо подсоединяем. Оп, 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 ты слушай, вот это вообще было, вообще, ты снимаешь это? Да. Это, это к профессору, короче, попало в кружку, все, мне конец, короче. Ха-ха. Что? Я даже не знаю, как это описать, что он со мной сделает, это все. Все, это был неудачный вообще эксперимент, самый неудачный мой. Господи, все, пойду увольняться. По насосу, по обгоревшему разъему, пин, который на минус вытащили в порядке, а который пин плюсовой, то есть он даже не вылазит, он там запаялся внутри. То есть он оттуда не вылазит. Вот. Была уже такая практика, то есть в нашем случае мы будем припаивать, то есть пин почистится, вставится и запаяется, то есть свое же место, только уже без пластиковой, то есть разъемчика этого. Туда же вставляем и запаиваем его. Смотрите, это сделано, будет делаться в связи с тем, что данный насос, то есть сейчас в оригинале, то есть не оригинала нет, есть только оригинал, он 67 тысяч, то есть узнали. Цена, цена клиента шокировала, поэтому вот, ну нужно ехать, поэтому сейчас будем делать временно, делать пайку, то есть временная пайка. Потому что, как нам рассказал электрик, твердая и мягкая недолго будет ходить. То есть нет, то есть ходить будет долго хорошо, но отвалится. Потом отвалится можно еще раз припаять, но вообще это будет ходить долго. Это решение временное до покупки нового оригинального насоса. Вроде с людьми обговорили, что они сказали, да, вроде бы сейчас упадут цены, или найдут деньги, или закажут, со временем, короче, заменятся. Сейчас нужно ехать, есть у людей дела, поэтому вот пока так. Так, смотрите, вот так это происходит. То есть сперва облудили те два контакта, потом эти, потом вставили друг друга и нагрели. И вот так произошло. В некоторых случаях, даже в самых худших, то есть выплавляется насквозь, сюда аж прям наружу вываливается, и появляется сквозная дырка. А в таких случаях тоже можно припаять. Также зачищается, только здесь потом полость приходится замазывать герметиком, потому что есть некие газы. Ну, вообще, стараемся, если сквозная, то обязательно замена. Так, 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 где там стрелочка? Так, что у нас? Автомобиль заводится, компьютер включили удаление воздуха и завелась с полоборота. Все, сейчас собираем топливозаборник. Бывает, знаете, даже какой момент, даже в бензинах, если вдруг не заводится, или вот такой случай, когда отходит контакт, возьмите палку просто в дороге, найдите палку, ударите снизу по баку, где насос, и, возможно, она запустится, и тем самым вы сможете доехать, то есть, если вы далеко от города, может быть, вас это и спасет, или там на природе что-то у вас происходит. То есть, прям берем обычную бедную палку и бьем снизу. Она запустится, и именно нагрузку контакт не держит в момент пуска. Стоит ему запуститься, а потом он будет работать до тех пор, пока вы ее не заглушите, то есть, если контакт плохой. Это как с двигателем. Завели стартером, работает, заглушили контакт плохой, не заводится. Ну все, всем до новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok